Радио Болтком Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам С 17 до 18 часов Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире Как мы анонсировали, сегодня у нас в гостях бывший член правления ЛДЗ Карго присяжный адвокат Александр Казачков Добрый день Добрый день Да, ну вот такая новость, которая пришла на прошлой неделе Я так понимаю, что многие ожидали, к сожалению, такого печального развития событий ЛДЗ предупредила о планах уже с осени, ну с сентября, судя по всему Сентябрь, октябрь, уволить еще 700 человек Я почему говорю 700, поскольку я помню, если я ошибаюсь, вы меня поправите Что уже 1300 было сокращено Ну я уже не знаю, скоро останется, видимо, только правление и совет, я так утрирую Ну может быть, стрелочника оставят на всякий случай Что вообще происходит? Это, ну, то, что приходит в голову, может быть, людям, которые не профессионалы в этой сфере Которые слышат новости, что это, ну, следствие геополитики Понятно, что в России и Беларуси отношений нет и транзита нет Или здесь вопрос глубже, вот как вы, человек, который долгие годы поработали В дочернем предприятии Латвийской железной дороги, как вы все это оцениваете? Да, спасибо большое за вопрос, вопрос действительно очень актуальный Не только в последние дни, но я бы заметил, что и в последние годы Вы абсолютно правы, что на протяжении нескольких лет было сокращено достаточно Я бы сказал, огромное количество людей с Латвийской железной дороги Ну и надо понимать, что подобные меры коснулись не только конкретных людей Но и членов их семей, поскольку ведь надо понимать, что пособие оплатится в районе 8 месяцев После этого человек выходит на свободный рынок труда Это означает, что в наших условиях практически остается без средств к существованию, без доходов Значит, что касается причин и что касается следствия Безусловно, надо сказать, что, конечно, геополитические факторы играют свою роль Безусловно, те отношения, которые сегодня сложились с Россией И прежде всего и бизнес-отношения, и политические отношения Те отношения, которые сложились с Беларусью, безусловно, они тоже влияют на подобные вещи Однако, я хотел бы заметить, что если мы говорим о стратегии развития любого предприятия И это касается не только ЛДЗ, это касается любого предприятия То определенный залог успеха или удержания на плаву, он формируется из двух частей То есть первая часть – это так называемая оптимизация расходов или снижение расходов А вторая часть – это увеличение доходов И в данной ситуации просто снижать расходы мне представляется недостаточным фактором Должны быть новые проекты, должна быть определенная трансформация бизнеса, должны быть новые подходы Сразу вспоминается, такое больше, конечно, может быть применимо к частным лицам Но, наверное, к бизнесу тоже в какой-то степени, что вы не бойтесь много тратить, вы бойтесь мало зарабатывать Но в какой-то степени, наверное, это применимо Да, мы можем до какого-то предела, наверное, оптимизировать расходы Может быть, это и нужно иногда, но где же заработок? Ну, вы знаете, мне кажется, вообще в мире принято при подходе к таким кризисным ситуациям А ситуация с определенным обрушением внешних рынков, она, безусловно, кризисная И вот эти геополитические факторы, они, безусловно, оказывают серьезное влияние Принято подходить с двух, так сказать, сторон Когда наступает какая-то ситуация, когда существующая бизнес-модель уже не может быть реализована Сдаются два, как мне кажется, очень грамотных вопроса Где играть, how to play и how to win, и как побеждать Наши соседи, Эстония, например, столкнулась с российскими санкциями Первый из балтийских стран, вы помните Бронзовую ночь Алешу, да Да, совершенно верно Вы помните прекрасно, какой обвал транзитного потока произошел в Эстонии Я полагаю, что он до сих пор не восстановлен ни в каком виде Они сделали свои выводы, они провели необходимые меры То же самое касается наших коллег из Литвы Которые точно так же сделали определенный бизнес-трансформации И работают в другом направлении, фактически снижая или нивелируя Те геополитические риски, которые стоят перед балтийскими странами Ну вот интересно, что еще несколько лет тому назад Понятно, что всегда было такое геополитическое влияние отношения с Россией Если вы эти объективы у нас давно уже оставляли желать лучшего И до 2014 года, и уже после 2014 особенно Но это может быть другая тема Но в принципе мы понимали, даже может быть люди, которые работают, не являются экономистами Мы понимали, что у нас есть определенные сложившиеся исторические, геополитические, географические, хотите, приоритеты в экономике Это прежде всего транзит, логистика, объясняется самой географией В Латвии был довольно хороший нерезидентский банковский бизнес Мы сферу услуг, да, это, кстати, не исключает и промышленность У нас, к сожалению, только там 13%, но в принципе это было понятно Потом, особенно вот при нынешнем правительстве Все это начало рушиться, как карточный домик И нам говорили, что, слушайте, ну вот нерезидентский бизнес – это плохие деньги, грязные, нам это не надо Всему миру надо, нам не надо Мы это, как мы знаем, фактически за полтора года почистили Этот рынок был уничтожен нерезидентского бизнеса Потом премьер и министр сообщения сказали, что да, транзит и логистика – это нам тоже не надо Кстати, еще был довольно неплохой доход, давал для недвижимости система видов нажительства, ВНЖ Сказали, что это нам тем более не надо То есть возникает вопрос, а что нам надо? Как вы вообще видите будущее развития экономики? Я понимаю, что сейчас правительство может быть чуточку спокойно, исходя из того, что в следующем году тоже нет никаких мастерских критерий Можно платить долги, они уже у нас в следующем году будут больше, чем 50% от ФРП И второе, мы ждем вот эти вот из двух фондов европейских, вот эти деньги дармовые, ну в какой-то степени И думаем, что все будет в порядке, заначка есть Ну, вы знаете, достаточно такой обширный вопрос И если давать на него подробный комментарий, то я, наверное, начал бы с последнего аргумента Даровых денег не бывает В том или ином виде существует... Отдавать придется, да? Совершенно верно, отдавать придется, существуют проценты В том или ином виде их придется отдавать, либо финансами, либо какими-то другими возможностями Ну, для меня, например, было сюрпризом, когда недавно я посмотрел и оказалось, что по процентам мы должны выплачивать 573 миллиона в год Что составляет... Только проценты? Да Что составляет практически полтора миллиона в день, в год Ну, понимаете, здесь же, как сказать, жить взаймы можно до определенного момента Мы знаем определенную антисоциальную прослойку граждан, которые каждое утро ищут, значит, у соседей деньги для того, чтобы, соответственно, их как-то по своему разумению потратить, да? Но, мне кажется, здесь приоритетный вопрос должен быть, как зарабатывать деньги, чтобы максимально снизить, так сказать, зависимость Или, по крайней мере, выполнять существующие обязательства, уже взятые обязательства и предыдущими правительствами по обслуживанию кредитов И тем самым гарантировать определенную стабильность, финансовую стабильность в будущем Что касается доходных частей, да, здесь вы абсолютно правы По-моему, я честно скажу, что не помню, что было первичным Значит, определенные коррекции в финансовой системе или утверждение Сначала это был министр сообщения, который заявил, что, да, транзит не является его приоритетом Но надо заметить, что оба, так сказать, тренда, оба посыла, они были абсолютно реализованы Потому что сегодня практически транзит в том объеме, который он был когда-то отсутствует И здесь вопрос не только геополитических рынков Мы видим, что сейчас при росте цен на уголь появляются небольшие потоки угля Но того бизнеса, который был, а уголь все-таки он обеспечивал прежде всего В том числе и социальные нужды То есть огромную занятость работников железной дороги Хотя, конечно, это был далеко не основной, не самый прибыльный вид перевозки Но социальную функцию он выполнял очень серьезную, да, для государства Но потом, а все остальное практически снизилось максимально Ну и второй фактор, это что касается финансового рынка Ну, я не берусь говорить о конкретных случаях, где действительно были констатированы Случаи легализации или, значит, отмыва и какой-либо грязи в деньгах Но я хотел бы заметить, что мы ведь играем на рынке Европейского Союза Ну, почему ведь не только не резиденты, но и граждане Латвии, которым отказываются в открытии счетов Почему они открывают эти счета в Эстонии, почему они открывают эти счета в Литве Почему они открывают эти счета на территории Евросоюза На сегодняшний день много латвийских компаний, больших компаний Имеют два счета Один счет они используют Европейский банк, который не задает никаких вопросов А вторым счетом стараются каким-то образом прикрыться в Литве Для, так сказать, осуществления своих операционных расходов Ну, я не уверен, что подобный жесткий подход себя оправдал То есть с точки зрения мониторинга, да, конечно, он снял вопросы Но, вы знаете, мне почему-то представляется, что есть определенная разница между тем, как, так сказать, подкрасить фасад дома Или сделать капитальный ремонт, или снести дома и вырыть котлован Это, по-моему, немножко разные подходы Да, это правда Тем более, что ведь мне кажется, что многие компании имеют два счета еще с точки зрения безопасности Потому что мы знаем, что сейчас довольно латвийские банки находятся под очень жестким контролем Я бы сказал, прессингом, им даже, скажем, безопаснее закрыть вам счет, чем его открыть И, исходя из этого, фирмы просто страхуются, чтобы не остаться вообще без счета Если вдруг там он будет закрыт, или, так сказать, инкассу Чтобы они каким-то образом могли оперировать средствами Я их по-человечески понимаю Да, безусловно, дифференциация рисков всегда была в бизнесе И, мне кажется, во многих ситуациях нашим руководителям не хватает понимания вещей Что мы играем не в закрытом аквариуме, а, по сути, плаваем в открытом море А бизнес – это такая вещь, это как вода, которая всегда найдет какие-то способы решения Если завтра вдруг скажут, что безналоговая зона откроется в Антарктиде Я думаю, что туда ринутся бизнесмены со всего мира И, по сути, территориальность сегодня для бизнеса – это, я бы сказал, вторичный фактор Да, вот если мы говорим о таких официальных данных Это, кстати, и правительство Латвии признало На днях они обсуждали, а именно во вторник обсуждали параметры бюджета На следующий год и вообще макроэкономические показатели И там даже график был показан очень такой наглядный Как Латвия отстает от Литвы, особенно от Эстонии В том числе по инвестициям в технологии, в инновации, фактически в производство Почему, как вы сами это объясняете Почему Эстония ушла вперед во многих вопросах И в инвестициях, и вообще в работе в госуправлении И в налоговой сфере, и так далее Мне кажется, основной причиной является разность подходов Разность подходов, причем не только у Эстонии, но и у Литвы в том числе Если даже взять бизнес, который мне достаточно был близок на протяжении 15 лет Это бизнес грузоперевозок и железной дороги Как я уже говорил, Эстония первая столкнулась с прямыми российскими санкциями по транзиту Значит, они приняли, как мне представляется на тот момент, взвешенное решение Они поняли, что они не могут осуществлять транспортировку своих грузов на эстонские порты И нашли новый вид бизнеса, а именно лизинг вагонов грузовых, прежде всего Которые они стали предоставлять И зарабатывают на этом до сих пор очень существенные дивиденды Литва точно так же, понимая, что у них осложняются отношения и с Белоруссией, и с Россией Они уже были достаточно сложные достаточно давно Они предложили совершенно новую концепцию в развитии железной дороги А именно открыли свое дочернее предприятие на Украине С кем у Литвы были всегда очень хорошие отношения, поскольку Литва всегда поддерживала устремления Украины И я думаю, что в достаточно обозримом будущем они получат там все виды лицензий И начнут действовать как перевозчик по украинской территории Ведь в конечном итоге акционерам литовской железной дороги все равно, откуда придут деньги Главное, чтобы они приходили в Литву В данной ситуации они используют те рынки, на которых они могут играть И они видят, как они смогут там побеждать Все-таки надо признать, что литовский уровень сервиса Наглядный пример не только Максима, но и огромное количество других предприятий И платежные институции Он, безусловно, сегодня опережает латвийский Второй момент, они также сориентировались на Европу Поскольку Литва прилегает к Польше У них уже сейчас сформирован, я бы сказал, стратегический альянс с польскими железными дорогами С тем, чтобы грузы свои возить по территории Европы Получать все необходимые разрешения и документацию Чтобы литовский перевозчик работал по Европе Таким образом, они ушли от, скажем так, потенциальных, серьезных последствий санкций Со стороны России и Белоруссии Я думаю, что в будущем это принесет, безусловно, как минимум стабилизационный аспект В управлении литовской железной дороги Да, вот тогда такой вопрос хочу задать Еще, правда, это еще было, может быть, до всех этих геополитических потрясений Была такая концепция, по крайней мере, у предыдущего руководства ЛДЗ И у предыдущих министров Все-таки привлечь, аугли с этим активно занимался Предшественник Линкается Привлечь грузы из Китая Ну, если мы так смотрим, не вдаваясь, может быть, нюансы Что действительно это очень перспективно С учетом того, что понятно, что и для Китая Европа, Европейский Союз Это такой один из ключевых внешнеторговых партнеров С другой стороны, учитывая наши давние связи с российской железной дороги Мы думали, что, ну, мы думали, я думаю, профессионалы Что это действительно очень перспективно Почему не срослось? Что-то недоработали чисто, вот, не знаю, маркетингово Или это вот другие причины? Вы знаете, там было много факторов Я бы не говорил об единственных факторах Да, вы абсолютно правы Между Китаем и Латвией существует не только такой фактор Как Россия Но в определенной конкурентной среде Присутствует Литва и присутствует Беларусь Есть огромный достаточно терминал в Бресте Который занимается перевалкой контейнеров Если мы посмотрим на карту То прямая черта как раз идет от, так сказать, Китая Именно в Беларуси Есть, по-моему, Большой Камень, он называется, да? Вот еще в Беларуси свободно Большой Камень – это экономическая зона Это, по сути, экономическая зона Которая ориентирована на стратегическое сотрудничество с Китаем Брест – это терминал перевалки грузов Которые приходят контейнерные поезда Переоформляются и, соответственно, дистрибируются по Европе Что касается нас, безусловно, первые шаги были сделаны Я считаю, что они были сделаны первично правильно То есть мы должны были заявить, прежде всего, свое наличие Почему? Потому что китайцы, они всегда рассчитывают свой бизнес в долгую И они всегда, дифференцируя свои риски, концентрируются на нескольких партнерах Говорить о том, что это был бы основной хаб для перевалки китайских грузов Я думаю, это было бы слишком оптимистично Но вспомогательным хабом мы вполне могли быть Конечно, первичная экономика этого проекта, она достаточно, я бы сказал, хромала Но в долгосрочной перспективе, я думаю, это могло принести свои плоды Потому что это, опять же, мы встраивались в так называемые глобальные логистические цепочки И что касается нашего бывшего руководителя Я имею в виду нашего ЛДЗ-руководителя Который был в те годы и который очень поддерживал этот вопрос И на европейском уровне, и общался со своими российскими коллегами То я хотел бы заметить, что, насколько мне известно, работая на железной дороге Украины Он реализовал проект по контейнерному поезду из Китая через Украину на Европу Имеется в виду господина Маганеса? Нет, господина Берзенча Берзенча? Да Ну, хотя я так понимаю, что Маганес тоже был не самый плохой период для развития железной дороги Ну, оптимально, да Объективно, смотря на период, именно, подчеркиваю, с экономических факторов Это был лучший период в железной дороге Самые большие рекорды по перевалке и приему грузу Железная дорога осуществила именно во времена Маганеса Это факт Ну, как мы видим, Берзенча тоже все-таки показал свои способности руководителя, менеджера Да, если мы говорим по поводу его работы на Украине Ну, я бы сказал, что он и показал хорошо свои способности и в Латвии Ему удалось удержать ситуацию Видите, после ареста Удиса Маганеса Как мы видим, первая инстанция его оправдала Конечно, суды еще будут продолжаться, но тем не менее Было определенное затишье Я бы сказал, такая угрожающая тишина со стороны наших партнеров в России и Беларуси И мне кажется, тот период, год, который был между назначением и Между снятием Маганеса и назначением Берзенча Он тоже оставил определенную свою такую неясность в этих отношениях Однако Берзенчу удалось наладить очень тесные и, я бы сказал, такие товарищеские отношения С российским руководителем, тоже, кстати, новым руководителем российской железной дороги Господином Белозеровым У него были очень хорошие отношения с господином Морозовым И ему действительно удалось удержать, исходя даже из того, что уже, конечно, началась война на Украине Исходя из всех этих геополитических факторов Ему удалось удержать максимально возможный объем груза, который был возможен в то время Уже не говоря о том, что для Белозерова Латвия совсем не чуждая страна Безусловно, это хорошая основа для беседы Я хотел бы заметить, что очень много литовских дипломатов, в том числе Зная, что многие иностранные чиновники имеют какие-то корни из Литвы Очень активно это используют Это, в принципе, хорошая основа для начала беседы Почему в миру так происходит? А мы нет Мы это не используем Не вижу Хотя он родом из Венспелса, если мне память не меняет Да, совершенно верно Вот интересный тоже такой момент Такой вот весьма, может быть, важный Фактически Возможно ли восстановить, это не то слово Как-то начать что-то заниматься производством Потому что я понимаю, что Кайрич бросил эту фразу Значение которой, может быть, он сам до конца не понимает Это вот мудрая реиндустриализация Это вообще реально Я сейчас не говорю про восстановление никакого ВЭФа, Альфа Мы понимаем, что не будет больше таких производств На 30 тысяч работников Но вообще что-то это реально? Или мы должны все-таки смириться с тем Что вот мы страна транзита, логистики, предоставления услуг Я понимаю, что эта тема вам близко Именно транзита, логистика Но без производства, как мы знаем Ну нет развитой экономики без производства Ну вы абсолютно правы Если нет производства, собственно говоря, ничего везти Да, то есть сырье для производства, оно привозится И, соответственно, готовая продукция увозится куда-то Знаете, при всей кажущейся простоте этого вопроса Это вопрос достаточно комплексный, достаточно сложный Почему? Бизнес, он прежде всего ориентирован не на какие-то лозунги или декларации Он ориентирован на цифры При принятии решений, особенно в больших компаниях Где начинать бизнес Учитываются все факторы Начиная от налогового фактора Банкинга Транспортной инфраструктуры Отношений государства к бизнесу И только тогда принимается решение Вот сейчас сказали Я сразу спою при его параллеле Вот сейчас это такая модная тема Почему-то у Новой Рижской Думы Значит, когда они спрашивают у руководителей муниципальных предприятий Притом замечу тех муниципальных предприятий Которые зарабатывают сами То есть не на дотации Они говорят, вы должны нам расписать Депутаты, какие у вас нефинансовые цели Да, так сказать И вот я всегда возникаю вопрос У меня сразу возникает вопрос Эти люди вообще на реальной земле живут Потому что если мы говорим о коммерческом предприятии Да, пускай муниципальная форма управления Публичное предприятие и так далее Но там все равно должна быть прибыль Они должны заплатить налоги Должны содержать работников Должны предоставить услуги Они не живут на дотации О каких нефинансовых целях идет речь Они что должны там? Станцевать, спеть Кому-то должны что-то подарить бесплатно Вот о каких нефинансовых целях И они уже ломают голову Думают, какие же у нас должны быть нефинансовые цели Там, не знаю, на рынке Или в Риге Смеши Ну что мы должны сделать? Дерево кому-то подарить Ну я утрирую, да, лесопилку кому-то просто отдать Такие могут быть нефинансовые цели Ну, вы знаете, это, опять же, такой очень хороший вопрос Но, опять же, очень сложный Если действительно к нему подходить Конечно, можно было бы просто перечислить Там список нефинансовых целей И сказать, ну вот такие На самом деле проблема совершенно другая Должен быть так называемый системный подход Я постараюсь привести пример Который, возможно, как-то коррелируется С тем, что вы говорите Например, перевозки каких-то тех же грузов Которые, возможно, приносят минимальную прибыль Для предприятия Но они обеспечивают занятость Допустим, 3000 человек на предприятии Вот в данной ситуации я считаю Что вот этот груз, он действительно Прежде всего обеспечивает нефинансовую цель И он нужен именно потому Что обеспечивает Но тут другой вопрос Нужно четко со стороны государства Со стороны акционера Получить абсолютный посыл Что да, у нас есть вот такие критерии Прежде всего То есть финансовые критерии Нефинансовые критерии То есть обеспечение занятости Или обеспечение каких-либо специальных перевозок Или обеспечение, допустим, или поддержка Каких-то отраслей, будь то спорт или что бы то ни было Это позиция заказчика, что называется Совершенно верно Это позиция заказчика Потому что если мы рассматриваем бизнес в голом виде И термин о том, что давайте к государству Относиться как к бизнесу Он, мне кажется, фундаментально неправильный Почему? Потому что для бизнеса не существует Никаких, по большому счету, показателей Кроме финансовых Бизнес и вообще капитализм как таковой Это, по сути... Извлечение прибыли Максимальной прибыли Это означает минимальная оплата труда По большому счету Это означает минимальная занятость И максимальное снижение издержек По всем абсолютно позициям И максимализация прибыли Это абсолютно четко прописано Это если мы говорим в таком голом виде Естественно И дальше уже государство с помощью регулирования Пытается каким-то образом сбалансировать это все Совершенно верно Именно государство в данной ситуации И является вот этим определенным сдерживающим фактором Но оно должно давать четкий месседж Своим акционерным обществом Что оно хочет от них в итоге понимать И сами работники через профсоюзы Но у нас эта система развита очень слабо Это, наверное, тема отдельного разговора Но ведь это тоже Ведь это система, которая работает со всех сторон Ведь не бывает без борьбы за свои права Что-то Вот если мы посмотрим на мировую историю Я там не сторонник революции Но тем не менее мы видим Что если нету и солидарности работающих То так и будет Минимальная зарплата Ну, условно говоря, максимальная прибыль Ну, я хочу заметить Что, в принципе, на наших глазах Мы живем, в общем-то, очень интересное время На наших глазах Тот же капитализм прошел Очень много этапов трансформации Да, это же не тот капитализм классический О котором мы говорим Да, я больше что могу сказать Капитализм 90-х годов Он был очень близок и похож на социализм Это вот этот максимально накачанный средний класс Занятость и все остальное Другой вопрос Что сейчас мы находимся в истории трансформации И вот с чем мы выйдем из этой истории Ну, это еще пока очень трудно, надо посмотреть Да, вот очень хорошо, что в завершении эфира Такое слово употребить трансформация Как раз хотел у вас спросить Ну, вот мы посмотрим Три года тому назад Три года, да Когда вот этот нынешний 13-й сейм Пришел к власти То многие обращали внимание и радовались Говорили, вот посмотрите 60% новых депутатов Ну, те, которые прежде не были Вот, и почему-то многим казалось Что если человек, что новый депутат Это обязательно будет здорово Обязательно будет результат Сейчас, по прошествии трех лет Мы, наверное, можем уже по-другому Посмотреть и сказать Что если, не знаю, ничего в системе не менять Знаете, в консерватории ничего не менять То, в принципе, новый депутат Старый депутат Если вся система та же То ничего не меняется Это вы пересказали очень хороший анекдот Правда, не про консерваторию Было, когда сантехника вызвали в Кремль Да, и он сказал Нужно менять всю систему Да, здесь заменой бочков не ограничишься Не ограничишься, да Ну, вы понимаете Люди, которые избирают Они, это абсолютно нормальное свойство Большинство людей Они хотят верить в лучшее Они хотят верить Они хотят верить тем политикам Которые им говорят Что завтра вы будете жить в раю Но, к сожалению, реализм заключается в том Что невозможно Даже за четыре года Даже при очень серьезной поддержке Со всех сторон И коалиции, и оппозиции Построить идеальное общество Которое хотело бы К этому нужно идти Я хотел бы заметить Опять же, если мы говорим о наших соседей К сегодняшнему уровню Эстония и Литва Пришли также за 30 лет Это не был 1.7 Это правда, да Но это говорит о том Что определенный, конечно, вывод надо сделать Потому что, если мы посмотрим Даже на политическую составляющую Не вдаваясь в подробности Это ведь происходит от созыва к созыву То есть, фактически, люди голосуют Ну, условно говоря За крайне правых Часть избирателей Потом они говорят Вот эти мне надоели Я проголосую за просто правых Потом за умеренно правых Ну, у нас Я почему говорю правых Потому что у нас за 30 лет Фактически, ну, левых не было власти Это ни Литва, ни Эстония Ни другие западные страны Где мы знаем, что меняется Сначала приходят республиканцы Потом демократы Не важно, как они называются И многие даже не понимают Что вот это такое Перекладывание денег С левого кармана в правый Ты сегодня проголосовал За крайне правых Потом еще и 4 года Какая разница? Они все равно вместе объединяются И получается вот эта вот коалиция Вот здесь, может быть, какой-то есть Не знаю, тупик Вы знаете, здесь, я думаю Нисколько Тупик Тупик скорее идет В том смысле, что Программы По объединению Они плюс-минус похожи То есть мы возьмем программы Вот предыдущего Сейма Когда вот Коалиционный договор И все остальное И предыдущие Кубик поиск практически Они сильно не меняются Нет тренда На изменение системы Нигде не признается Актуальное положение Вещей в экономике Я думаю Вот это является Фундаментальным моментом Потому что Я не вижу проблемы В том, что Если партии сотрудничают Но в абсолютно четкой программе Которая понятна И ясна любому избирателю Если они идут вместе К этим целям Показывают и отчитываются Перед избирателем О своих результатах О возможных даже И неудачах Вот именно это является Мне кажется Действительно Очень серьезным Консолидационным фактором Это правда Ну и нельзя учитывать Как-то не странно Спустя 30 лет Мы опять об этом говорим Или не Все время об этом говорим Это этнический аспект Ну это же не секрет Да, мы можем сейчас Пытаться каким-то образом Социологически доказать Что он снижается Момент, когда там Голосует по фамилии Я утрирую Но общий смысл такой Но все равно Ведь он есть Есть партии Которые специализируются Так можно сказать На этих аспектах И понимают Что вот это наш избиратель Он за нас Потому что мы против этих Против условно говоря Русских А эти вот Против других Вот эта поляризация Этническая Дальше спустя 30 лет Она по-прежнему имеет Этот фактор имеет Значение Ну я бы хотел бы Опять же Привести пример И других Европейских стран Где также есть Крайне левые Крайне правые То есть вот этот Так называемый Даже не могу сказать Наверное Ортодоксальный Я бы даже сказал Наверное Такой фланг Ортодоксальные стороны Они действительно присутствуют Но я хотел бы заметить Что Видите Отчасти Общие беды Сближают Все-таки Конечно Сегодня Та партия Которая Предложит Действительно Разумный И логичный Курс Основанный На европейских Ценностях И С целью Консолидировать Общество Мне кажется Это будет Очень-очень-очень Приветствоваться Со стороны Избирателей Потому что Есть такая Востребованная Потребность Как вы сами чувствуете Думаю есть Думаю есть По большому счету На бытовом уровне Надо же заметить Что Такой Напряженности Ее уже нет Особенно В Семьях Или среди людей У которых Есть общие беды Вы же посмотрите Как только Нелегальные Иммигранты Стали атаковать Границы Латвии Причем я хотел бы Заметить Со стороны Латгалии Где В общем-то Достаточно большое Количество Русскоязычного Населения Очень большое Да Проживает То Я По крайней мере По той информации Которая у меня есть Я вижу Что и латыши Русские Абсолютно Объединились Под Таким Определенным Способом Защиты От Внешней Внешней Угрозы Да И они абсолютно Точно так же Защищают Внешние границы То же самое Мне хотелось бы Чтобы то же самое Было и в экономике И в управлении И так далее Мы Надо Надо абсолютно Четко говорить О том Что Да Безусловно Есть русские Есть латыши Есть и Безусловно И другие Национальности Но Мы все европейцы Мы должны строить Что-то общее Это может быть Такая хорошая Эссенция нашего разговора Может быть В завершении Я понимаю Что прогнозы Такое дело Неблагодарны Но в принципе Сколько еще Потребуется Времени Чтобы мы Как-то Ну не знаю Сейчас такой ориентир У многих политиков Неважно Правое или левое Ориентир на Скандинавию Да Вот Сколько Пять Десять лет И Двадцать Знаете Объективно Смотря Подчеркиваю Я не вижу Так называемых Скрытых Каких-то Активах Цифр И данных Но Исходя из того Что происходит сегодня Я бы наверное Говорил о так называемых Разных горизонтах То есть Разных Разных Перспективах Да Если говорить О Балтийском рынке При хорошем Подходе При профессиональном Участии При действительно Строительстве Страны Да И скорее Восстановление Страны Я думаю Идеальный результат Был бы там Четыре-пять лет Это идеально И то нужно было бы Очень-очень Я бы сказал Динамично Вводить эти изменения Если говорить О Скандинавии При учете Что есть Вот эти Пять Десять лет Стремительного Роста Не знаю Я боюсь Что Минимальный срок Это 20 лет Минимальный Даже если мы Посмотрим Очень примитивно Они что же Они стоят И даже Очень примитивно Даже если Посмотреть На уровень зарплат Мы же видим Какие у них Сегодня заработные Платы Ну видите Это опять же Один из таких Больших вопросов Которые К сожалению Мы не сможем Так сказать В формате Нашего эфира Во всяком случае Сегодня Рассмотреть Ведь мы Играем На глобальном рынке В том числе На глобальном рынке Труда Естественно Если медсестра Получает Латвию 800 евро А в Швеции Она получает 2,5-3 тысячи Ну естественно Если она может Себе позволить По другим Каким-то причинам Там семья Дети Возраст Квалификация Уедет Она уедет Это же понятно Уже не говоря Об остальных бонусах Да И когда она будет Получать 2,5-5 Ответа Еще Вопрос Явно Не в ближайшие Год-два Это понятно Да У нас столько и врачей Не получает Пока они имеют На одном месте работы Александр Казачков У нас был В прямом эфире Присяжный адвокат Ну что ж Будем надеяться На лучшее Тем более Что уже Через год с небольшим У граждан Латвии Будет возможность Что-то поменять Посмотрим Как они Этой возможностью Воспользуются Спасибо большое Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому